И еще один современный ВУЗ, Международный гуманитарный университет, также распахнул свои двери для будущих студентов. Программа мероприятия была насыщенной. Это и интерактивные мастер-классы, и презентации Института права, экономики и международных отношений, Одесского медицинского института МГУ, факультета искусства и дизайна, лингвистики и перевода, а также колледжа университета. На встрече с президентом ВУЗа Сергеем Киваловым школьники задавали вопросы об условиях поступления и обучения в Международном гуманитарном университете. На дне открытых дверей также побывали корреспонденты-репортеры. Международный гуманитарный университет распахнул свои двери перед абитуриентами. Около тысячи молодых людей со всей Одесской области и других регионов твердо решили получать высшее образование именно в этом ВУЗе. Молодые ребята и девушки познакомились как с университетом, так и с профессорско-преподавательским составом, а также руководством ВУЗа. Мы конкурируем, наш ВУЗ почти 5,5 тысяч студентов. Я считаю, что это очень здорово. Имеет наивысшую степень аккредитации, четвертый уровень аккредитации. У нас здесь созданы, если говорить о науке, кандидатские докторские спецсоветы. Мы готовим не только магистров, бакалавр, но и кандидатов и докторов наук. Именно здесь, в Международном гуманитарном университете. Я горжусь Международным гуманитарным университетом, горжусь его развитием, горжусь теми преподавателями, которые вкладывают душу в подготовку настоящих будущих специалистов. Университет уверенно идет в ногу со временем. Оперативно вводит в учебные планы и программы новые необходимые дисциплины. Открывает новые специальности. При университете создан центр «Абитуриен-2020», где родители и школьники могут прийти и получить всю необходимую информацию. Где им помогут заполнить электронный кабинет, где им скажут, какие сертификаты необходимы. Более того, работает подготовительное отделение и при желании можно на него поступить и уже пройти курс подготовки. Хотелось бы отметить, что президент Международного гуманитарного университета, академик Ивала Сергей Васильевич, очень большое внимание уделяет условиям обучения. Вы можете прийти в университет и посмотреть. Здесь современная материально-техническая база. Сегодня созданы центры, которые, как я уже говорил, помогают абитуриентам и их родителям определиться с направлением, определиться со специальностями. День открытых дверей был максимально ориентирован на то, чтобы помочь абитуриентам определиться с выбором будущей профессии. Ведь спектр специальностей, предлагаемый Международным гуманитарным университетом, очень широкий. Будущие правоохранители могли ознакомиться с разными видами оружия. Также была подготовлена зона и для тех, кто планирует обучаться на новой специальности – гостиничный ресторанный бизнес. Мне больше всего понравилась экономика предприятия и отельный ресторанный бизнес. Здесь хорошие отзывы. У меня здесь много друзей, которые сюда поступили после 9 и 11 класса. Они советовали. Говорят, здесь очень хорошо относятся к ученикам, студентам. Здесь хорошие условия, хорошо обучают. Я с Александровской школы 9 класса хочу поступить на филологический факультет на переводчиком. По рассказам многих я много чего в этом колледже знаю. Говорят, что это один из лучших колледжей в Одессе. Я определился с дизайном и компьютерной инженерией. Привлекает тем, что неподалеку есть общежития, футбольные поля, площадки. И есть очень много факультетов. Самый творческий факультет университета – факультет искусства и дизайна. В новом учебном году здесь появились востребованные направления – эстрадно-джазовый вокал и артист музыкального театра – мюзикл. Гуманитарный университет имеет очень хорошие условия для студентов. Это, не знаю, вот сами помещения, сами условия – это лучшее в Украине. Ну, я же видел, я видел многие среди денег. К сожалению, нельзя, конечно, говорить там плохо о других. Но здесь, я когда пришел сюда, мне это понравилось, что очень правильное отношение к студентам, к педагогическому составу. Потому что люди должны находиться в комфортных условиях. Должно быть все аккуратно, чистенько, так все новое, все приспособленное. И я смотрю, что здесь руководство идет навстречу. Передовой ВУЗ ведет мониторинг рынка труда, отслеживает его новейшие тенденции и, соответственно, подстраивает под них учебный процесс, открывая новые кафедры, факультеты и специальности. Так появился Институт права, экономики и международных отношений, факультет лингвистики и перевода. В свое время при МГУ был открыт Одесский медицинский институт, который сегодня осуществляет подготовку по всем медицинским и клиническим направлениям. В фармации и стоматологии сегодня очень хорошо развивается медицинское направление, лечебное дело. И сегодня, судя по отзывам абитуриентов, которые были достаточно много желающих учиться, потенциальных в нашем ВУЗе. У нас сегодня очень важна хорошая клиническая база. Один из главных партнеров – это медицинский дом «Одрекс», в котором представлены лучшие на сегодняшний день в регионе технологии медицинских, которые существуют. Также у нас договора с самыми крупными городскими и областными лечебными учреждениями. Уровень своих знаний выпускники подтверждают на деле. Строил успешную карьеру в различных сферах – органах государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органах, общественных организациях, ведущих украинских и зарубежных компаниях, бюро переводов, туристических агентствах и образовательных учреждениях. Классическое университетское образование позволяет нам качественно готовить специалистов. Я имею в виду, если он учится на факультете экономики, то преподают ему иностранные языки факультет лингвистики и перевода. Если он учится на факультете права или международного права, то он обязательно должен знать иностранный язык. Он параллельно получает образование в области лингвистики и перевода. Абитуриенты остались впечатлены увиденным и убедились в правоте своего выбора. Ведь Международный гуманитарный университет – это бренд качественного образования, признанный не только в Украине, но и за рубежом.